Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Толстая, и я приветствую вас в книжном царстве Библиоглобус. Это моя авторская программа «Фитнес для ума, сердца и души», и сегодня мы будем говорить снова о любви. Первое письмо. Девушка говорит о том, что я очень долго переписывалась с мужчиной в соцсетях, и вот он, наконец, пригласил меня в Сербию на встречу. Что мне делать, как сделать так, чтобы первое свидание, и после него я очень сильно понравилась, и чтобы в моей жизни все произошло. А вторая женщина очень похожее письмо написала о том, что она очень долго общалась с мужчиной в соцсетях, всегда вовремя приходили от него письма, он интеллигентный, сыпет цитатами, пригласил ее на личную встречу в ресторан. Чудесно они провели вечер и смеялись, и боржом пили, и вино пили, и разговаривали. И она в конце встречи ему сказала, что они прекрасно провели время. Она говорит, я прибежала домой, тут же удалила анкету, захожу на следующий день на его анкету, он ее тоже удалил, написала ему одно смс, он ответил, второе смс он ответил, но во время встречи на свидании он сказал, что я интроверт, я живу сам в себе. В принципе, на сайте я со скуки, ничего не ищу, живу один, мама у меня есть, живет не вместе со мной. Как-то вот хочется какого-то праздника в жизни, хочется, наверное, понять, что главное, что второстепенное в этой жизни, как один из признаков, почему некоторые мужчины женятся, это гарантия того, что я пойму смысл жизни, я пойму, зачем я вообще на этой планете существую, а для этого непременно нужна женщина. И вот дама меня спрашивает, что мне делать, он не звонит, он не приглашает меня больше на свидание, мы удалили анкеты и почему-то не переходим на почту, у нас нет прежних писем, мы сейчас просто расстанемся, мы просто разбежимся, как одноименные заряды, он то, что мне нужно, можно ли мне первый делать шаг, можно ли мне в третий раз написать ему смс, ну, конечно, можно, и она спрашивает, как, ну, вот, наверное, это и есть тема сегодняшней передачи, вот, та, которая едет, чтобы понравиться навсегда, ну, безусловно, любой человек будет переживать. Стресс вообще ухаживания и стресс свидания, он естественен как дышать, и мужчина точно так же переживает, как и вы, не надо убирать свои переживания и думать, ой, я сейчас как актриса, вот я сейчас приду и буду звенеть колокольчиком. Естественно, любой человек хотел бы видеть смущение на глазах человека, с которым он знакомится, но не бывает такого, чтобы мы встретились, и ты абсолютно не испытываешь никаких комплексов, но только если у тебя нет приема психотерапевтического, и ты не актриса, которую учили много лет, как общаться с разными людьми. Любой человек покроется краской, ему неудобно будет задавать какие-то вопросы, любой человек смущается от того, что на него смотрят в упор. Покажи человеку, что ты волнуешься, это неплохо. Лучше всего, чтобы была нейтральная одежда, ты, которая едет без оранжевых ногтей, без истерики в гардеробе, в идеале, конечно, не мешковатый костюм, там пиджачок, юбочка от бабушки, а что-то элегантное, наверное, блузка с кофтой, это никого не подводило, потом посмотрите, как он одет, и приспособитесь. О чем говорить? О нем говорить. Все мужчины очень любят, когда говорят о нем. Запомните, как его зовут, запомните, какого цвета у него глаза, и как можно больше задавайте вопросов для того, чтобы это скорее было больше похоже на интервью, чем на собеседование, когда говорите вы. Никаких откровений, ни о том, что у вас кредиты, ни о том, что вы ругаетесь с мамой, о том, что подружка там сделала аборт, о том, что вы пятый год одна, у вас восемь котов, что вам нечем платить за жилье. Это все вы можете сказать, когда у вас спросят. А сейчас единственное, что должна сделать женщина, это сказать, что я здесь не для того, чтобы найти себе партнера покойки, я здесь не для развлечений, я, наверное, хочу длительных отношений, долгих, серьезных, наверное, ищу отца своих будущих детей. Ну, хотя бы потому, что человек имеет право развернуться на пятках и пойти в другую сторону, если у него совсем другие планы. Вот очень многие спрашивают, нужно ли говорить на первом свидании, что вы мечтаете о долгих отношениях. Ну, конечно, нужно, потому что на сайте знакомств можно человека найти на одну ночь, и, может быть, он думает, что вы тоже ищете подобного. Если он не готов, то лучше пусть он уйдет сейчас, чем уйдет потом. Но вот в самом конце мы же не можем целоваться, обниматься и слюнями его поливать, даже если он супер понравился вам, и если вы трусы подбросите к потолку, то они прилипнут. Мы же не можем на первом свидании сказать, пойдем ко мне, как бы сильно не хотелось вам, чтобы последствия из чашки кофе выливались на ваши простыни. Ну, нужно какое-то время для того, чтобы чувство развилось, нужно какое-то время для того, чтобы человек понял, что он хочет вас видеть. Ну, вот в случае моей женщины, которая спрашивает меня в интернете, ну, что делать? Первым делом вы пишите ему смс, что уважаемый и дорогой там Сереженька, у нас с тобой раньше была замечательная классическая переписка на сайте знакомств, но после того, как мы оба удалили анкеты, что мне очень нравится, вот моя почта, давай переписываться, я скучаю по твоим словам, скучаю по твоим письмам. Я захожу 500 раз в интернет, понимая, что я не могу больше открыть страницу, которая не существует. Я вынуждена тебе признаться, что я выскочила из интернета не потому, что я не хочу с тобой общаться, а потому что мне больше не хочется никого искать. Вы понимаете, что когда двое людей, мужская голова может думать абсолютно противоположно. Вы удаляете себя в свою анкету, на которой вы переписывались, как женщина, которая все нашла, а он понимает, что вы больше не хотите общаться, и ему не следует вам писать. Естественно, таким же точно образом он удаляет себя, и слава богу, что у вас есть телефонные номера, которыми вы отписались. Но уберите неловкость, но пошлите ему какую-нибудь песню Слепакова, пошлите ему анекдот, пошлите ему колобка, скажите, я приготовила вкусный суп, приезжай накормлю. Вы имеете право на любые безалаберные действия, если мужчина действительно понравился вам, ведь 10 шансов творец никогда не дает нам. Может ли женщина в 21 веке сама предложить свидание? Да, конечно, может. Может ли женщина предложить где? Тоже может. Если раньше мы выбирали по своему кошельку, и приходили и понимали, что у меня в кошельке есть деньги на сельдереевый сок и леденец, и заказывали сок и леденец, то сейчас женщина отличается тем, что у нас у всех, слава тебе господи, есть хоть какая-то сумма денег уж на мужчину один раз, мы потратить ее можем. Поэтому давайте начнем с какой-нибудь изысканной пиццерии, где недешевая пицца, это не должен быть не общепит, но если мужчина захочет оплатить счет, предоставим ему эту возможность. А если не захочет, это тоже будет один из показателей, нужен он нам в дальнейшем или нет. Может ли женщина сама попробовать организовать встречу? Она должна это сделать, если он не сделал в течение 12-15 дней, потому что потом весь флер первой встречи пройдет. А мы просто должны дать шанс в нас влюбиться, поэтому если мужчина вам очень понравился, становитесь на цыпочки и танцуйте танец огня. Не стесняйтесь и ничего не бойтесь, ничего не бойтесь и никого не слушайте, потому что в деле построения отношений и любви просты правления все у женщин. Пишите, всегда рада вашим письмам. Пока. Вышла новая книжка, называется «Почему все-таки на одних женятся, а на других обходят стороной». Покупайте во всех магазинах страны.